Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна, и сегодня посмотрим заказ Фаберлик. У меня это заказ по первому каталогу. Вот такая вот большая коробка у меня. Она тяжеленная. Сразу прошу прощения за то, что я не разобрала здесь всё заранее. Ну, то есть, то, что нужно было протестировать какие-то новинки, или то, что я давненько не брала, я достала заранее, попробовала. Ну, а то, что заказываю повторно, думаю, ладно, пусть вот прямо из коробки буду доставать. Заказ у меня получился на 72, там, или 73 балла, ну, как-то так. Вот, и давайте посмотрим. В коробке лежали два отдельных вот этих маленьких пакетика. Ну, давайте начнем, пожалуй, с них. В таких маленьких пакетиках приходят, ну, естественно, какие-то мелкие товары. Первое, что я вам покажу из этого пакетика по выгодной цене, это вот такая сыворотка для роста и укрепления ресниц. Давно она Фаберлик, раньше я её покупала, но как-то она мне, вот честно, никакого результата особого не давала, но я решила повторить. Здесь вот такая фибровая щёточка и наконечник в форме спонжика. Вот как мне раньше эта сыворотка не нравилась, так и сейчас особо не нравится. Она без запаха, ей неудобно пользоваться. То есть, когда ты наносишь на ресницы вечером, да, после умывания, вот это средство. Данный спонжик, он мешает нанести средство вот на внутренний уголок глаза, поэтому, ну, не знаю, мне не нравится. И из-за этого я как-то стараюсь там засунуть эту щёточку и царапаю, получается, верхнее веко, потом у меня чешутся глаза, болят. Ну, я настолько привыкла уже к сыворотке от Арифлейм, которую я покупаю на регулярной основе, что, ну, вот это мне просто не нравится формат. Сама упаковка неудобна для меня, вот поэтому не знаю. Но я пока пользуюсь только два дня. Может быть, дальше всё изменится, и я полюблю этот продукт. Также моя мама заказала крем для век, вот такой. Это новинка под артикулом 1247. Ой, смотрите, с двух сторон приходит тут всё заклеено таким скотчем. Ну-ка, давайте посмотрим. Просто я открывать не буду, просто вам покажу. Да, смотрите, здесь такая интересная лопатка, при помощи которой вы распределяете крем по коже вокруг глаз. Здесь 15 мл. Ну, потом спрошу у неё отзыв, да, как, понравилось, не понравилось. Я думаю, может быть, себе тоже такой крем заказать. Но, наверное, ещё рановато. Тут написано, когда веки становятся тяжёлыми, там, уставшими, упавшими. У меня, слава богу, пока ещё ничего не опало. Так, Glam Team губные помады. Помада Бальзам. В этом каталоге, в первом, идёт по суперцене со скидкой 55% и 121 рубль, по-моему, она всего лишь обошлась. Мама, опять же, взяла два оттенка. Мой любимый оттенок – это бежевый, вот из этой вот коллекции. Также сестра закаяла каял, заказала каял коричневый для глаз. Его отлично наносить именно на водную линию. Он не даёт раздражения глазам, не растекается и ведёт себя прилично. Также акция в первом каталоге на средства для бровей, на тушь для бровей оттеночную и на новые гели фиксирующие для бровей также. Присмотритесь, если нужно. Ну и опять же, мама и сестра заказали. У меня вот такой гель есть. Я вам его показывала, мы с вами его тестировали. И он у меня на бровях. Сейчас, знаете, я к нему приспособилась. Раньше вот я говорила, что он очень крепко фиксирует, да. Ну да, он прям крепко фиксирует. То есть, если вам надо на целый день макияж, если вы знаете, что вам там нужно переодеваться, например, и чтобы ваши брови вот так вот не лохматились. То есть, вот я как утром вот эту вот часть, например, злохматила, вот эту более аккуратно уложила, так у меня вот вся форма и осталась. По очень хорошей цене матовая жидкая губная помада Фаберлик от Skyline. Металлический матовый сливовый оттенок. У меня это 44154. Мне нравится эта губная помада. Жалко, что ее выводят из ассортимента. Удобная кисточка-спонж. Ну и вообще, все в ней хорошо. Найти свой оттенок просто нужно. Поэтому присмотритесь там, если я не ошибаюсь, на последних страничках каталога. Также мама заказала лак для ногтей 77,91. Это из нашей новой нюдовой линейки. Лаки, которые и придают цвет, и в то же время укрепляют ногти, ухаживают за ними. Вот у меня на ногтях, вы тоже видите сейчас, лак из вот этой нюдовой линейки в оттенке розовый плюш. Это полупрозрачный лак с таким нежно-молочно-розовым оттенком. В общем, мне нравится. Также пока на складе появились шоколадки наши в Нечае Фэмили Клаб. Они идут как раз сейчас по акции. Я взяла 4 штучки. Это я уже готовлюсь к 8 марта. Заказала 2 шоколадки с вишней и кешью. Я их не пробовала, ничего не могу сказать. Заказала 1 шоколадку с клубникой и фундуком. И 1 с манго. Конечно, выглядят шоколадки очень красиво. Действительно, в такой подарочной упаковке. Я хотела вот именно бабушкам, родственницам на 8 марта. У кого-то сахарный диабет, у кого-то лишний вес. Кому-то просто уже за 80. И хорошо было бы подумать о своем здоровье и кушать продукты без сахара, без всяких гадостей. Потому что и так организму нелегко. Поэтому заказала. Но во втором каталоге у нас появляются еще и подарочные наборы, конфетки. Поэтому не знаю. В общем, взяла. Лишним точно не будет. Потому что, знаете, я планировала, что появится вот этот наборчик перед Новым годом. Ну, вкусные вот эти конфеты. И я не стала шоколад заказывать, но он не появился. И потом заказ не успел бы уже прийти. Я бегала по ленте, искала шоколад без сахара. В итоге я его не нашла. Представляете, во все ленте. И я купила шоколадку. Не помню. Ну, какой-то фирмы. То ли Красный Октябрь. Ну, то есть такой знаменитый, хороший фирмы, где написано на 50% меньше сахара, чем в обычном шоколаде. Ну, то есть тоже с сахаром. И стоила эта шоколадка 120 рублей. Вот такая, ну, вот обычная шоколадка. Здесь вообще без сахара, еще с суперфудами. Поэтому отлично. И что касается подарков к этим шоколадкам, где? Где? Должно быть два чая. Так. Наверное, это была плохая идея из коробки все доставать. Ну, ладно. Я заказала два чая вот таких вот. Ромашка и фисташка. Это пакетированный чай. Он очень вкусный. Черный чай с добавлением ромашки и ароматом фисташки. Фисташка, клубника, черный байк, хавый чай, ромашка, лист ежевики, девесил и ароматизаторы. Да? Фисташка, клубника. Вот такой черный чай. Это пакетированный. И взяла не пакетированный чай в коробках. Тоже это на подарки у нас пойдет. Вот такие два чая. Не чая, фэмили клуб. Ананас, апельсин, какао. Черный чай. Мне очень вот этот чай нравится лично самой. Он очень вкусный. Такой с корицей, с шоколадом, апельсином. Теплый, согревающий, зимний. И второй черный с имбирем и медом. Я заказала. Ну, то есть, вот я считаю, там вот, например, чай, да, вот такая шоколадка, ну и что-то там такое косметическое. Я считаю, что бабушкам хороший подарок, потому что, ну, что, да, вот что бабушкам возьмешь, они говорят, нам ничего не надо. Особенно у мужа бабушки, там, ей 85 лет, да, вот что ей надо. Она говорит, мне вообще ничего не надо. Вот. Поэтому приходится как-то, да, вот выдумывать, придумывать, но там, понятное дело, всякие платки, носки, тапки, ну, то есть, вот такого плана. Ну, у них этого завались, за всю жизнь-то скопилось, поэтому не знают, что ей дарить. Так, так, так. Также, раз уж мы по питанию пошли, да, не чая, фэмили клаб. Я заказала, ага, думала, что-то много заказала, нет, все заказала, все, что надо. В первом каталоге у нас идет акция на продукцию не чая фэмили клаб. Это разные каши, гарниры, супы. Так, я, наверное, смотрю не в камеру, да, я привыкла на своем прежнем телефоне смотреть в камеру, она мне в другом месте находилась, поэтому, если я смотрю куда-то, в другую сторону, не обращайте на это внимания, смотрите на не чая фэмили клаб. Вот, и мне кажется, я желтая, да, есть такое? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что реально, я вот сейчас вся испсиховалась, наверное, 40 минут пыталась изменить настройки, но я все равно какая-то желтая просто. Так, выдохнули. Что у нас тут есть? Что я заказала? Все это примерно 125 рублей со скидкой мне обошлось, кроме перлота, перлота подороже. Я взяла крем суп бобовый с копченой паприкой, это очень вкусно. Как я варю вот эти вот супы на говяжьем бульоне, на говяжьих косточках и добавляю еще картошки. И здесь написано, там, насколько на полтора литра, ну, литр 200, два литра, я добавляю, я все это варю на три литра, и, ну, то есть, я считаю, 125 рублей. Кастрюля супа трехлитровая вполне. Вот этот очень вкусный суп, он вот прям всем понравился. Дальше я взяла министронное с итальянскими травами и бамбуковой клетчаткой. Такой сладковатый вкус. Ну, интересный, интересный, вкусно. Так, паста с овощами и томатами. Я уже неоднократно говорила, это твердая паста, лапша, короче говоря, вкусная. Кускус с овощами и шпинатом, тоже в качестве гарнира и перлота с грибами. Вот это вот самое дорогое, 140 рублей, по-моему, стоит упаковка по акции, но это вкусно. Знаете, какую-нибудь котлетку и перлота и вот так. Но, если вы за правильное питание, там, следите за своим питанием или худеете, как вариант, то без котлеты, да, просто перлота. Так, взяла я пробник аромата, который появится у нас во втором каталоге. Второй каталог мы с вами уже обозревали на моем канале. Это аромат Дон Леон. Артикул пробника 34190. Во втором каталоге этот аромат будет стоить 1000 рублей со скидкой 50% корица, дерево махагонии и белая амбра. Знаете, я когда открыла вот этот парфюм из пробника, приходит мне коробочка, такая открываю, я не посмотрела, что это за пробник. открываю, наношу на запястье, просто вдыхаю и мне кажется, что это женский аромат, какой-то вот прям от которого меня тошнит, простите, очень сладкий и в Фаберлик что-то такое уже было, то ли миссис Эснкогнито, то ли, вот, не помню, вот, это женский парфюм, мне не то положили, смотрю, Дон Леон, в общем, это очень сладкий аромат, первыми нотами он реально мне напомнил женский парфюм и, да, потом он так развеивается, да, вот этот парфюм, у него очень вкусный шлейф, теплый, согревающий, коричный, да, ну, то есть, вот этот аромат корицы есть, который я люблю, но первые ноты, они меня убивают просто, вот прям, аж в горле першит, мне не понравился этот парфюм, вот как-то прям вообще не мое, ну, не зашло, нет, я его не буду в полной версии приобретать точно, если Дезасперато, я не скажу, что он вот прям вот покорил мое сердце, но он такой приятный, интересный аромат, то здесь вот кроме приторной сладости, которая очень долго держится, я ничего не ощущаю, потом только вот этот шлейф, но пока его дождешься, задохнешься и умрешь, это лично мое мнение, да, возможно, вам нравится, если вы любите такие сладкие парфюмы, такие пряные, тягучие, то да, для меня вот нет, абсолютно нет, первый раз мне в Фаберлик мужской парфюм не понравился, вот прям настолько, потому что он очень сладкий, я не люблю сладкие парфюмы, по хорошей скидке у нас идет линейка Витамания, я взяла два мыла, Карамбола, Маракуйя, Земляника, клюква, ну, хорошее жидкое мыло, вот это кремовое, вот это гелевое, оно у меня всегда стоит на кухне, мыть руки, так, Айсюл линейка, со скидкой 40% взяла себе пенку для умывания, она у нас идет с таким вот дозатором, да, тысячу раз беру, уже про витамин В5, водоросль, фулиго, я бы, честно, не брала эту пенку, но сказать, что это что-то вот прям незаурядное, из ряда вон выходящие прекрасное, я не могу, но именно эта пенка лучше всего смывает гидрофильное масло Айсюл, а ходить с маслом на лице как-то не очень-то хочется, также по скидке 70% маме заказала гель-скатку для лица Айсюл, с экстрактом водоросли, фулиго, опять же, для такого деликатного, но в то же время глубокого очищения кожи, для снятия поверхностных вот этих ороговевших клеток, ну просто идеальный вариант, поэтому присмотритесь, у меня тоже постоянно вот этот роллинг гель, все время хочу его назвать, эта скатка тоже постоянно есть, ну и вот наконец-то роллинг гель, раз уж я про него сказала, взяла себе вот такую парочку от линейки Эксперт, это роллинг гель очищающий, и маска для глубокого очищения кожи, маска идет с глиной, но она очень комфортная, она не пересушивает вашу кожу, и роллинг гель отлично очищает, уменьшает размер пор, они становятся менее заметными, и да, это не бюджетные средства, но поверьте, они того стоят, и если вы их будете использовать, еще и с кремом для лица из этой же линейки, которая рекомендована для жирной, комбинированной, проблемной кожи, то я уверена, вы не пожалеете, раньше вот эта вся линейка, она была в каталоге Фаберлик, потом ее сняли с производства, и вы понимаете, что только после многочисленных просьб, в том числе и моих, я в этом уверена, вот эти продукты вернули в каталог, ну не просто так их вернули, потому что они были реально востребованы, так, краска для волос, я себе взяла в Фаберлик Клуб, у меня там больше тысячи баллов еще, я взяла себе краску для волос Ботаника, Лесной Орех, оттенок 6.0, также без перчаток, до сих пор она, я не знаю почему, но у меня на волосах сейчас вот эта вот краска, Лесной Орех, ну мне кажется, знаете, мне кажется, вот я что в камеру смотрю, что в телефону, разницы нет, ну ладно, вот этот оттенок у меня сейчас на волосах, красивый, оттенок мне нравится, без желтизны, без красноты, такой глубокий коричнево-шоколадный цвет, также в первом каталоге по акции идет краска для волос в салонке, с аминокислотами шелка, это мама заказала, шоколадный мусс оттенок 6.35, вот честно, большой разницы между вот этими красками я не вижу, салонкея, да, она более стойкая, и, я не знаю, волосы после нее что ли более мягкие, но это вот неощутимо, ну то есть какой оттенок, и вот знаете, салонкея у меня волосы были, какие они только не были, были рыжие, прям огненно рыжие, были с каким-то красным отливом, то есть какая я только не была, и вот прям такая карамельная блондинка я была, поэтому у меня вот через краску салонкея просвечивается рыжина всегда, а вот ботаника с вот этим оттенком лесной орех, вот эту рыжину закрасили, понимаете, наверное ботаника она более сильная, что ли более мощная, на салонкея тоже хорошая краска, в общем, что по акции, где ваш оттенок есть, то и берите, ну действительно, и то, и то совсем даже неплохо, также по одному рублю Фаберлик Клуб заказала вот такую очищающую эмульсию Викенд себе и маме, ну, тысячу раз про нее говорила, да, про это средство, я умываюсь этим средством по утрам, только этим средством уже больше года, сколько года полтора, наверное, смотрите, поломанная крышечка мне пришла, какой кошмар, как жить, так, смотрите, в общем, это вот такое жиденькое молочко, вы наносите это молочко на сухую кожу, просто вот утром проснулись, вот такая пришли, намазали вот это на лицо, помассировали, помассировали, видите, никакой пены нет, пахнет очень ненавязчиво, смыли водой, кожа очищенная, свежая, легкая, нежная, замечательная, говорит вам спасибо за все, что вы с ней сделали, хорошая, хорошая эмульсия, ненавязчивый аромат, конечно, макияж не смоет, вот на утреннее применение, прям оптимально, оптимально, так, и еще, заказала по акции, мужу, гель для душа парфюмерный, феличи, он тут с пломбой идет, открывать не буду, но у него такой древесно-цитрусовый аромат, очень приятный, ненавязчивый, объем 150 миллилитров, ну и гели для душа у него расходуются, просто как будто он их пьет, я не знаю, поэтому, вот все, что по акции, все наше, все беру, по акции, опять же, в каталоге идет средство для чистки и мытья стекол и зеркал, я этим средством пользуюсь, я не знаю, сколько лет, я в Фиберликсе 14 года, и вот, наверное, как мне по стартову впервые пришло, вот это средство, так, я его ничем другим и не заменяю, потому что меня оно полностью устраивает, и зеркала, и стекла, и стеклянный телевизор у нас, и у нас зеркальная микроволновая печь, все вот этим средством я мою, полирую, в ванной зеркало не запотевает, здесь оно, кстати, с антизапотевающим эффектом, в ванной зеркало не запотевает, но если вы, конечно, не паритесь там 40 минут в горяченной воде, как в бане, тогда вот все запотеет, я так думаю, но если вы просто там принимаете душ, да, или в такой, ну, теплой воде, там, сидите минут 20-30 моетесь, то не запотевает, а, и еще у меня мама вот этим средством, там, стекла, зеркала в машине протирает, то есть универсальная вещичка, и даже мой папа его, вот это, вот этот спрей оценил, поэтому, знаете, это дорогого стоит, водный спрей антистатик, без запаха для текстильных тканей, ну, это отличная вещь, это водный спрей антистатик, свою функцию он выполняет просто на 100 баллов, и стоит он около 100 рублей, со скидкой, по-моему, еще дешевле, это вот мама заказывала, поэтому я как-то вот цену упустила, но он отличный, и это намного лучше, чем, знаете, я вспоминаю там свое детство, свою юность, вот эти вонючие такие антистатики были, в таких флаконах, как, не знаю, там, лак для волос, да, и так шикаешь, и задыхается вся семья, но зато у тебя юбка к колготкам не прилипает, но вот это, конечно, я рада, что появились вот такие экологичные средства, также взяла себе чистящий крем универсальный, я им чищу раковину, ванну, это такой чистящий крем, а-ля Pimolux, только в кремовой текстуре, мне вот эта штучка очень нравится, и я ни на что не хочу его менять, очищает замечательно, придает блеск, и даже у нас каменная раковина на кухне, даже следы от кофе, если они такие не застарелые, да, вот вы только там кофе вылили, например, я варю кофе себе постоянно в турке, вот вы кофе вылили, и, ну, почистили, например, в тот же день, да, там, в тот же час, и сразу же отмывается, хотя у нас раковина светло-светло-бежевого цвета, так, что еще для дома, пятновыводитель кислородный, вот такой порошковый, Faberlic Home, это хороший пятновыводитель, знаете, если там вот стирать, например, машинку закидываешь, носочки, потом майка там какая-нибудь, тут пятно, там пятно, здесь фломастер, здесь там в садике борщ, там тут в садике, там котлета, ну, в общем, вот все, вот все, что можно, да, один раз забираю из садика сына, у него водолазка, в садике прохладная, и вот все в каких-то таких белых разводах, говорит, что кефиром облился, говорит, нет, я ел мандаринку, она у меня упала прям в кружку со снежком, и вот я весь вот такой, ну, то есть я закинула 30 минут, быстрая стирка, ложка пятновыводителя, ложка, ну, порошка нашего, и все, без застирований, без замачиваний, там, без шорканья, без танца с бубном, некогда еще танца с бубном не-то устраивать, линейка Home, Gnome, Greenlee пошла, вот представьте, вот я руками машу, и я сижу вся в облаке вот этого аромата, Дон Леон, и задыхаюсь, надо было его вам в конце показать, так, биогир для очищения туалета, вот знаете, я в прошлый раз так долго восторгалась его ароматом, что мне написали, что я ненормальная, что нельзя сидеть и нюхать 10 минут, а средство для унитаза, но это настолько приятный аромат, хвои, хвойных эфирных масел, и эвкалипт здесь, и, я не знаю, ну, весь хвойный лес, ну, так вкусно пахнет, и такой аромат в туалете стоит, после того, как этим средством воспользовался, и оно отлично очищает, вот на Новый год нас не было дома неделю, и в унитазе, где вода, ну, вот в колене, да, в этом стоит, там образовалось, ну, такой желтый ободок, да, естественно, налет, я приехала, я просто залила вот это средство, и все, я даже не шоркала, все отошло само собой, ну, запах, ну, запах, ну, просто шик, вот серьезно, дальше, мне как випу не досталось, потом, когда я делала заказ, мне тоже не досталось, не было на складе, а сейчас досталось, наконец-то, это кондиционеры, биокондиционеры для белья, для натуральных и спортивных тканей, Гринли, биоформула, здесь написано на 30 стирок, 500 миллилитров, для детей 0+, без фосфатов, красителей, искусственных одушек, ну, в общем, все, что может быть прекрасного, у меня один кондиционер, вот такой вот цветочный микс, уже стоит в ванной, мне же надо было протестировать, и вот такие два, натуральный восточный микс, в общем, вот эти два, это мамины, да, а вот тот, что стоит в ванной, вот этот, это мои, по 133 рубля, они обошлись, но я считаю, что это вообще нормальная цена, что я могу сказать, цветочный микс, я слушала отзывы, там говорили, фу, так невкусно пахнет, вообще какая-то роза там, затухшая, вонючая, ну, то есть прям, я готовилась, я вообще не люблю запах розы, поэтому думаю, придет какая-то затухшая, вонючая роза мне, ну, что ж теперь, но я открыла этот кондиционер, и я его поставила в ванную, то есть вы понимаете, он пахнет дикой кустовой розой, или он пахнет шиповником, вот у меня у бабушки во дворе, раньше рос куст шиповника, когда я была маленькая, это вот тот самый запах, ну, шикарный аромат, мне он так понравился, сам кондиционер белый, по своей текстуре, и, ну, достаточно жидкий, ну, как все наши кондиционеры, когда стираешь, да, есть запах, когда белье вытаскиваешь, вытаскиваешь из машинки, вытаскиваешь из машинки, тоже есть запах, но такой тонкий-тонкий, едва уловимый, на сухом белье этот аромат практически не ощущается, при том, что я стирала хлопковые вещи, хлопковые вещи, кстати, очень мягкие после этого кондиционера, я стирала ребенку там колготки, футболки, водолазки, вот такого плана, и вещи мягкие, и аромат ощущается, только вот если прям вот так вот нюхаешь, да, то есть если вы просто будете проходить, ну, от вас будет пахнуть, ну, свежестью, причем там не тайдом и арелем, да, когда вот бывает человек идет, от него там вот футболки пахнет, вот прям чувствуешь, вот человек в чистой футболке, запах арели на километр, нет, то есть вот такой запах ненавязчивой чистоты, и вот здесь восточный микс, я думала, что он мне больше понравится, чем розовый, вот этот цветочный, но он тоже очень приятный, он такой нежный, ненавязчивый, он нерезкий, он нежнее, чем наш восточный кондиционер, в классической линейке Фиберлик, он такой немножко сладковатый, очень приятный аромат, знаете, вот очень приятный, очень натуральный, мне нравится вот эта линейка, гринли, за счет того, что у нее очень натуральные одушки, приятные, приятные, и последнее, что я вам покажу, это то, что взяла сестра, это флюид тональный, фест класс, конечно, я со скидкой 70%, его взяла, потому что, ну, тысяча рублей, что смеяться, а за 390 рублей, да, по-моему, обходится, прям вообще отлично, вот такой вот флюид, 30 миллилитров, он очень легкий, обзор на этот флюид, есть на моем канале, со свочами, с моими первыми впечатлениями, отличный флюид, вот этот флюид, и кушон, бэби фейс, это лучшие тональные средства, фиберлик, на данный момент, ну, вот, на мой вкус, да, я пробовала не все, но из того, что я пробовала, я пробовала много, для жирной комбинированной кожи, вот эти вот средства отличные, они матируют, но не перекрывают там, лицо наглухо, то есть, у вас кожа матовая, но вместе с тем, она живая, такая легкая, у нее есть вот это сияние, свечение внутреннее, но это не свечение жирной кожи, надеюсь, вы меня понимаете, о чем я говорю, в общем, вот такой заказ у меня получился, все, коробочка пустая, уберем ее, нет, не уберем, а то там какой-то стул на заднем фоне стоит, пусть загораживает, ну, на этом у меня все, я надеюсь, что мой заказ был для вас интересен и полезен, я надеюсь, что все это время я смотрела в камеру, не куда-то там, может, и переснимать все это заново, у меня сегодня времени уже точно нет, и я желаю вам выгодных и приятных покупок вместе с компанией Фаберлик, да и не только с компанией Фаберлик, если вы не Фаберлик, то присоединяйтесь по ссылке в инфобокс, я буду вам очень благодарна за ваш лайк и за ваш комментарий, особенно если это будет комментарий по теме, может вы что-то из этого тоже заказывали, вам понравилось, не понравилось, что вы планируете в первом каталоге заказать или уже заказали, дайте делиться с вами своими впечатлениями, ну а на этом у меня все, до свидания и до новых встреч на моем канале, пока-пока!